всем добрый день утро не могу сказать потому что уже иду на послеобеденную работу что-то какой-то день у меня был сегодня сумбурный быстрый и и непонятный поела макароны быстро очень вкусный получились просто объедение и быстрее опять на работу у нас смотрите какой туман дымка какая-то непонятная на улице красотень шикардос погода вообще шикарная наслаждаемся на прям весна настоящая вот сейчас поработаю немножко и пойдем на пляж гулять меня там бабушка сидит бигуди накручивает будет красивая они мои постоянные клиенточки они говорю потому что приходит всегда первая приходит прямо под открытие в 4 она меня даже ждет и за следом приходит 2 они соседки но вместе почему-то никогда не ходит очень странно так что сейчас я ее оприходу и пойдем с чарли гулять а он тут смотрите как видит такой сладкий так лежит его любимый подушечка да ай зевотик чтобы мы потесали зевотик чтобы мы потесали ой да тебе все потесут и моя рыба такая сладкая вообще он любит либо на подушке либо вот на этой моей жилетке лежать вот вот чуть-чуть погладила все начинается начинается а клиентки мои когда его нету я там ну это бывает редко когда его дома оставляю они даже спрашивают а где чарли что с ним случилось или если он вдруг им не гавкает когда они приходят он говорит что ты ему дала он у тебя заболел почему он не гавкает так что вот так они вот тоже любят хоть и он не очень как говорится любитель потискали чтобы его все равно его любят а и и и и и и и и и о и море голубое и и здесь чистый пози門 и монтагнусь следующие сейчас не убрали пока что после шторма большого На пляжик приехала Я сегодня не накрашена Вы знаете, у меня, видимо, весна начинается И аллергия такая на глаза Что пипец Хоть говорю, вот так палец вставляй Чем больше чешешь, чем больше хочется Я даже по этому поводу Году два назад ходила к офтальмологу Глазному Я думала, мало ли, что это аллергия на что-то Или непонятно что Потому что на тушь Это не аллергия на тушь Ну, я тушью-то одной пользуюсь Каждый день Аллергия только, как говорится Иногда у меня проскальзывает И вот сегодня прям с утра умылась Все чешется, не могла И вот ходила к врачу Он мне, значит, сказал, все нормально Все зашибись, все у меня проверили Сухие глаза Выписывали какие-то Капли для увлажнения Вот Но они Я сначала покупала Потому что эти капли Оплачивать их У нас некоторые Ну, не некоторые Медикаменты мы Полностью не оплачиваем Какую-то часть маленькую оплачиваем А остальное оплачивает Социальное страхование Ну, вот Какие-то обязательные Такие лекарства Ну, а эти глазные капли Видимо, не обязательны Это только на усмотрение И вот я их капала И они Нифига мне не помогали Собаки скачут И поэтому я их не стала больше капать И вот сейчас, видимо, опять какое-то обострение Смотрите, там рыбаки И, в общем, краситься я не смогла Такие у нас пироги Буду натуральной, красивой ходить Красотка натуральная Сейчас поедем домой уже Смотрят там Это, видимо, знаете, что? Я по телеку слышала Калима Пыль сахарская Там вот прям видно Она как отделяется Серая такая Серо-розовая Она всегда пыль Если дождик пойдет То пипец Все будет грязное В глине Но дожди на этой неделе Не обещают Обещают вот такую Зашибительскую погоду Кстати, куда я иду Мне сейчас надо фоточку В инстаграм забацать Подписывайтесь на мой инстаграм Кто не подписан У меня там постоянно Бывают фоточки В директ выхожу В общем, там тоже интересно Так что заходите Ссылочка, как всегда, внизу Ставим пальчики вверх Не вниз И подписываемся, друзья Подписываемся Не стесняемся Ну что вы, как не у себя дома Ладно Буду фоточку делать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Заехала в Алькампу быстренько Купить фрукты У меня фруктов нет Ну как, есть они, конечно Но мало Сейчас покажу Там пару чая делу сегодня Я сегодня ни одного чая не выпила Представляете Я чайная душа Ни одного чая не выпила Да как? В общем, тут осталось Вот полухнилой, например Мандарин У меня авокадо поспел Причем все и сразу И этот завернутый И вот эти все поспели Так что я Вот один Не знаю Парочку отправляю в холодильник Чтобы они у меня Не совсем не сильно поспели Видите Осталось всего два яблока Киви здесь Я киви не очень люблю Но надо есть его Кстати Вот наши макарошки У меня еще и на завтра остались Смотрите Они необычайно вкусные Вот такие обалденные Вот Купила себе яблоки Все-таки я, знаете Сделала себе вывод Что больше я люблю Яблоки красные Купила вот Голден, да В прошлый раз Но они как-то Мне не очень нравятся Е, но Без охотки Типа есть Хочется и ладно Лишь бы что в рот засунуть Это как, знаете Как говорят Если хочешь жрать Съешь яблоко Если не хочешь яблоко Значит не хочешь жрать Ой Так что вот так вот Я хочу Если когда я хочу кушать Может кому-то не нравится Это выражение Но мне нравится Поэтому я ничего такого не вижу В этом выражении Жрать Все мы люди простые Из высшего общества И никогда туда Не будем Да и не хочу я быть В общем В обществе высшем Такой Там так скучно Посмотришь на них Такая скучно Ладно Бананчики купила Канарские Как всегда Мы только канарские Видим Три лимона в чай Ананасик у меня Там есть на сегодня На смузе Ну закачивайте Кстати Минск у нас вышел Евро 64 По 95 копеек Килу грамм И орешки Орешки Я по 3 орешка С чаем пью Очень кстати вкусно Я знаете У меня сестра Двоюродная есть Она я раньше Чай Ну она и сейчас Наверное пьет Чай с орешками Я на дне всегда Смеялась Чай с орешками Совсем что ли ку-ку Ну Пришло время Когда я тоже Чай с орешками пью Не с плюшками Не с булками А с орешками Все у нас в жизни Приходит Как говорится Ой Смотрите Я еще это не разобрала Так у меня уже Целая раковина Грязной посуды Ну это вообще Какое-то нескончаемое Дело такое Неблагородная Посуда Что у нас там Сосед делает Непонятно Чупов Такое ощущение Что они там Ремонт грандиозный делают В общем непонятно Что-то сверлят Что-то ходят Туда-сюда Ладно Буду посуду разбирать Пить чай С орешками Пока времени еще мало Можно себе позволить А потом на ужин Что-нибудь узнаю Что-нибудь С варзанием Типа смузи Из ананаса Типа смузи Типа смузи Пидманула, пидвела, ты же меня пидманула, ты же меня пидвела. У меня дедушка такую песенку пел. Ты же меня миладова, сума разум светла. Ладно. Рутина, 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 рутина. Все. С колочкой ганка мы вот там. Крыша едет. А еще самый прикол, знаете, варежков какой, не то, что вот там их там что-то есть или что-то. Самый прикол это их открывать. Это как, знаете, семечки. Я не люблю семечки очищенные. Чуть-чуть за прикол просто в рот класть. Я люблю именно их щелкать. Поэтому у меня уже вот этот зуб сделанный, потому что я вот так дощелкала, что он у меня там до нерва доставал. И мне его уже заделали, забацали, сказали, что этим зубом уже нельзя грызть ничего. Да ничего, я приучилась другим. Стараюсь сейчас не покупать семечки из-за зубов. Так вот, я вот эти орешки, знаете, как делаю? Вот сюда вот ножичком вставляю. Конечно, есть всякие там открывашки для орехов. Но мне сам прикол вот именно вот ножичком. И вот так он плохо открывается. И этот плохой, например, для дубль-два берем. Вообще они хорошо открываются, но пополам. Именно вот с одной стороны, видите, как? С другой как бы заделано, а вот с этой вставляем нож. И крутим. Блин, и опять он опять так плохо открылся. Но все-таки получше. И вытаскиваем все наружности. Вот это вот самый прикол. Вот это вот, что мне нравится в орехах. Чистить их. Муж говорит, давай я тебе, говорит, куплю этот открывашку для орехов. Таких. Я говорю, не надо, ножом прикольнее. Правда, прикольнее. Пойду телек включу. Ютуб, я сегодня ни одного видео не посмотрела. Представляете, я вообще сегодня, говорю, день какой-то. Прям голубым по Европе. Вы тут спрашивали, чем я голову крашу или как оттоняю. Так вот. Сейчас я вам расскажу, чем я ее вообще мою. Мою обычным шампунем вот таким. Для волос очень испорченных, скажем так. Вы знаете, когда у меня был длинный волос, я за ним очень тщательно следила. У меня было дофига масок, шампуни супер дорогие. Вообще, у меня было столько средств для волос, что у мамы не горю. У меня было вообще для смывания, не смывания. Но так как сейчас я его не красила. Не красила, феном не укладывала. В общем, очень сильно. У меня волос очень дурацкий. Почему? Потому что он очень сухой, тонкий. И он не растет. Он обламывается концы. И поэтому, как бы, тут у меня много. Он волнистый у меня волос. А вот расти не растет, потому что концы обламывались. Как бы я их не лечила, как бы я их... Ну, волос это он мертвый. Он мертвый. Как бы его лечи, не лечи. Как мертвеца вылечишь. Никак, правильно? Так и волос. Его не вылечишь никак. За ним просто можно будет ухаживать. За моим волосом ухаживай, не ухаживай. Он все равно ломался. Нет, я отращивала чуть ниже лопаток. У меня был такой волос. Но мне этого не очень нравилось. Затем у меня очень большие, как бы, впадины вот эти. И то есть, челку я не любила. В общем, пипец, короче. Короткая стрижка, это мое. А сейчас, так как я стригу каждый месяц, скрашиваюсь, и, то есть, я за ним фактически не ухаживаю. И, так, иди сюда. Мою обычным вот шампунем из, ну, из любого супермаркета, гарния. Вот. И затем, в общем, крашусь я обесцвечиваю обычным порошком. Голубой порошок, он любой. Обесцвечиваю до белого цвета. Он всегда желтый остается. Никогда я не тонирую какой-то краской. Ну, в этот раз я решила протонировать. Купила вот такую краску. Обычную тоже. В магазине она недорогая. Вообще, там какая-то... В общем, решила попробовать вот такую. И эффект мне, как бы, не то, что не понравился, не разнонравился. Остался такой же, как от обесцвечивания. Смотрите, это любовь. Положила на меня лапу и лежит, слушает меня. Ну, это вообще любовь такая, что я прям не могу. Сейчас растаю все. Сейчас растаю все от такой любви. Че-че, целоваться, что ли, будешь? Ой, целоваться. Целоваться будем. Целоваться. Ой, ой, говорят, собаки не любят обниматься и целоваться. Смотрите. Ай, ой, ой. Видите, я вообще не держу. Ай, целоваться. Ой, 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 любовь. Ой, какая любовь. Ой. Так что любят и целоваться любят собаки, и обниматься любят. И вообще не любят. Дай я расскажу. Вот, на чем я обесцвечилась, значит. Обесцветилась, обесцветилась. В общем, непонятно. В общем, покрасила волос и не дала мне, как говорится, ни фриу, ни колор. Ни холодно, ни тепло. Встала мне от него. Только сожгла еще раз волос. Ну, я его не берегу, поэтому мне по барабану. Если вы хотите отпускать волос, то будьте поосторожней. И затем я просто мою голову вот шампунем. Смотрите. Этот шампунь я купила в специальном магазине для парикмахеров. Вот. Тут даже по-русски написано. Шампунь антижелезна для светлых, обесцвеченных или седых волос. Убирает нежелательные желтые оттенки. Вот. Видите, для седых волос. Любой шампунь для седых волос, он голубой. Можно заметить. Подойдет для тонирования желтого оттенка. Мне этот шампунь не очень нравится. Мне больше нравится из Меркадоны. Он там на работе у меня есть. Одной клиентке. У нее седой волос. Такая седина классная. Девочки, такая седина. Ой, блин. Прям белый-белый волос. Вот нет вот таких вот седых волос. Бывает седина неоднородная. А это прям белая голова. И она вот именно таким шампунем голову моет. Она мне принесла шампунь, я ей мою. Ну, чтобы дешевле ей вышло. Не платить за мой. И я просто забыла вам показать. Он у меня стоит. Он мне больше нравится. Он стоит 3 с копейками. Там небольшой флакончик. Но он намного лучше. А вообще, вот эта маска вообще суперская. Мне ее привезла сестра с России. Видите, вот фирма Estelle. Она что-то около 10 евро, по-моему, стоит. Серебристая маска для холодных оттенков блонд. Она очень хорошо убирает вот эту вот желтизну. И оставляет цвет такой, знаете, не голубой. А как-то голубо-сиреневый. Такой цвет вообще обалденный. Мне нравится. Так что вот никакого секрета. Вот эта маска вообще суперская. Может, в России вы где найдете. Я вам ее советую. Прям вот советую. Действительно. Я ее 2 раза в неделю где-то накладываю. Вот. И 20 минут с ней сижу. Вот если кому-то интересно. Если честно, я не знаю, где она ее купила. Она мне в прошлом году оставляла немножечко совсем там. Ну, я ее берегла. Знаете, как. А в этом году она мне привезла целую банку. Я ее тоже берегу. Так что суперская. Вот. А шампуни, говорю, для обесцветились. И вот эти шампуни для седых волос. Любой, любой шампунь для седых волос. Никакого секрета нет. Так что. А, и знаете, когда я еще помою голову, чем я пользуюсь? Он же, у меня очень жесткий волос становится. Я либо маслом, прям капельку масла на руки. Это от Шварцкоп. Там уже немножко остается. Вот. Масло Миракли. Капельку на руки, растираем в руках. То есть согреваем и на волосы наношу. Вот этот купила в Лидоле. Мне не очень нравится. Это маска без смывания. Но какого-то особого эффекта я от него не вижу. Фигня на постном масле, скажем так. Масло намного лучше. Все. Больше я ничем не пользуюсь. Больше я ничем не слежу никак за своим волосом. Говорю, а раньше у меня чего только не было. Боже, у меня одних шампуней было, наверное, не знаю, штуки три каждый раз. Хотя неправильно. Ну, не то, что неправильно как-то. Одного достаточно шампуня. Но у меня всегда было и маски разные, и чего только не было. И авокадо с маслом оливковым-то я втирала. И, в общем, чего я только туда не втирала. Постоянные какие-то. И толку от этого было мало. Вот такие вот пироги. Смотрите, какая красота у меня распустилась. А пахнет это просто ландышами. Правда, ландышами пахнет. Вообще прелесть. Я обожаю. Ой, там еще лезет. Смотрите, обалдеть. Два в одном. Даже не два в одном. Здесь получается четыре в одном. И вот этот. Но этот, наверное, не будет ничего свести. Вообще шикардосные. Обожаю вот эти вот цветки. Смотрите, какие они классные. Ой, тут еще лезет. Смотрите, обалдеть. Они еще долго цвести будут. А тут что? Ой, и там лезет. Офигеть. А пахнут. Ну, разве не красота? Вообще, мне очень нравится мой уголок. Зеленый, скажем так. Надо, правда, стол подкрасить. Но это когда потеплеет, и ветра перестанут. И фикус мой, смотрите, как растет. Блин, взяла сламп, переломала этот. Ну, не дурочка же. Тут только вот и тут что-то я не пойму. Ну, ладно. Так что на такой вот красивой ноте будем с вами прощаться. До завтра, как они пахнут. Боже. Всем пока-пока и до завтра. Пока-пока.